Как говорил капитан Врунгель, как корабль назовешь, так он и поплывет. Давайте выясним, как название компании влияет на продвижение, как вообще назвать свою компанию правильно. Всего есть два варианта названия компании. Первый – вы называете ее как угодно. Например, Стив Джобс назвал свою компанию Apple, что вообще никакого отношения не имеет к телефонам и технике. Второй вариант – это создать название с характеристиками своего бренда. Бренд – это какое-то название, которое ассоциируется с какими-то характеристиками. Например, новая почта. Это почта, которая работает по-новому. Все, что даст вам хорошее название – это уменьшение рекламных бюджетов на донесение тех качеств, которые вы хотите ассоциировать с вашей компанией. Если вы хотите использовать название по максимуму, то вам нужно обратить внимание на три фактора. Первый – понятность. Например, вы продаете домашнюю курицу. В первом случае вы назвали компанию ДМГ, а во втором – куриное мясо. Если будет висеть две вывески с такими названиями, куда зайдет покупатель, ищущий курятину? Задумайтесь. Второй фактор – ключевое качество бренда. Если у вас построена стратегия, вы всегда хотите сказать рынку, что вы в чем-то лучше. Это можно вынести в название. Например, мы берем два названия – куриное мясо и домашняя курица. Если будет висеть две вывески с такими названиями, куда зайдет покупатель, который ищет натуральную курятину? Третий – запоминаемость. Чем легче запомнить название вашей компании, тем быстрее вы получите узнаваемость при равном бюджете на рекламу. Что вы быстрее запомните? Восточная промышленная группа Chicken Limited или домашняя курица? Еще можно употребить приемы юмора и мелодичности для ускорения запоминания, например, Cheap Trip, что в переводе – дешевое путешествие. Легко запоминается и круто звучит. Называйте свои компании правильно. Пишите ваше название в комментариях, дадим обратную связь. Пишите в комментариях, на какие вопросы вы бы хотели получить ответ. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие полезные советы.